Однажды в нашей местности был человек, который молился, пятикратную молитву, ходил на джума. И стало известно, что он лечит людей. Якобы изгоняет из них джинов, лечит сглаз и более того, он предсказывает. И мы решили с группой братьев сделать ему насых. Вообще прийти и посмотреть, кто он и чем он занимается. Ведь он всегда позиционирует себя как мусульманин и лечит Кораном. Ну а если посмотришь, у человека всегда завернуты какие-то пучки волос, пластилин, воск и тому подобное. И он говорит, зарежь черного бетуха, черного барана в такое-то время, в той-то местности. Это на самом деле настораживает. Мы пришли к нему. Мы сели, и прежде чем зайти к нему, у него была привычка, что все, когда к нему люди заходят, он сразу начинает разговаривать по имени. Он первый раз человека видит. Он сразу начинает разговаривать с ним по имени и сразу начинает рассказывать его болячки. И это людей заставляет верить, что этот человек знает сокровенно. Когда мы сказали, договорились, когда мы зайдем к нему, каждый из нас будет читать про себя Аят-Иль-Курси. Аят-Иль-Курси – это меч каждому шайпану по голове. Мы зашли к нему, и все читают про себя Аят-Иль-Курси. Он долго молчал. Он молчал, он начал нервничать, он начал качаться, а затем психанул и говорит, кто вы? Потому что он не может назвать наши имена, потому что шятаны покинули его. Ведь в этом месте поминается имя Аллаха, читается Аят-Иль-Курси. И он ничего не смог знать о нас. Затем мы ему сказали, мы слышали, что ты занимаешься излечением. Но мы не видим у тебя на столе ни одного Корана. Как же ты это делаешь? Он достает какой-то маленький сувенирный Коран, говорит, вот. И тогда мы ему сказали, хочешь ли мы тебе расскажем, как посланник Аллаха, саллаллаху и салям, рассказал, как ты и тебе подобные получают информацию. И рассказал ему хадис о том, как шайтаны собираются друг на друга и получают информацию. Это его бросило в шок. Он его начал оттрясти. И он ничего не смог добавить. Он только всего лишь оправдывался. Это всякий раз доказывает, что каждый предсказатель, экстрасенс, колдун, это работник шайтана, это слуга шайтана. И каждый мусульманин или каждый человек, который пришел к нему, он унизил себя. Он заплатил за это деньги. И более того, если он поверил ему, он пал в куфр. Стоит ли оно этого? Продолжение следует...